всем привет снять маску то есть настолько двое в машине поздорова сергей это да в общем и сегодня по делам бегаем везде вот немножечко так что не прыгала камера что нас вместе было видно мы на вокзале я разверну камеру потом покажу у нас здесь находится платная клиника это конечно слабо сказано кабинет врача офтальмолога платный мы туда детей водим потому что бесплатному сами знаете очень трудно пробиться вот и здесь же мы очки заказывали в общем у нас сегодня история с очками мы очки вот последние уже третий за этот год стекла меняем василисе ой 2 октября нам выписали мы оплатили полностью и оставили заказ и вот уже сегодня у нас 5 ноября и я уже говорю не буду я не звонить ничего поехали разбираться приехали но лучшая защита это нападение да и вместо того чтобы извиниться сразу с ходу они мне начали сказку рассказывать это вы знаете мы вам звонили взял трубку мужчина 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 да и труп куда я взял вот и сказал что обязательно подъедут и заберут выходные я бы слушать им этого звонка ждем вот как манну небесную потому что ребенку очки необходимы я всех дома предупредила кто будет звонить это в общем но чтобы на каждый звонок отвечали но вплоть до того что даже сейчас отвечаем на те звонки которые вот идут с рекламой мы их тоже поднимаем потому что ну мало ли вдруг это вот действительно из-за очков в общем вот и почему выходные я не знаю я в другой день мог подъехать да почему выходные потому что я не знаю почему что они там придумали вот но радует то что все-таки очки стекла вернее пришли пока я посидела в коридоре нам заменили сейчас мы домой отвезем веселись и посмотрим как и будет у нее глава кружиться не будет потому что очень резкая разница с предыдущими очками это наверное пример не повзрослевшего взрослого до нужно найти причину чтобы объяснить почему они не позвонили вовремя запутались вот на там такая слышимость я пока сидела ой они по моему там еще с кем-то выясняли отношения по поводу потому что я слышал там что-то про телегину василесу говорили вот потому что ну линзы то сложные они разные в общем не знаю ладно все хорошо закончилась пока на данный момент сейчас мы еще куда ты меня повезешь гибддд в гаи свой документы да потому что ларгус остановку гб о ларгус оформлен на меня и нам нужно до оформить документы на установку газа там тоже немножко отсрочка была а из-за чего она на срочку сделали из того что мы чего заедут и да там этот в отпуске товарищ отпуске в общем все у нас будет теперь нормально с документами в общем все будет хорошо поехали потом еще детей поснимаем они у нас каждый день анекдот нам бы конечно вот съемки вести каждый день но честное слово некогда а так жить весело честно 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 и вот хотела показать то что площадь вокзальная автобусы стоят мини кстати раньше вот нам простым смертным сюда заехать было проблематично тут у нас одни таксисты стояли всегда но они сейчас стоят да но сейчас по крайней мере вот мы приехали но никто к нам не подошел не спросил что ты сюда приперся а раньше были времена когда могли подойти и спросить уж не шабашишь ли ты тут да в общем все было вот так сложно еще у сергея тут родственник тогда борет нас тут работал то таксистом не оцентре он здесь стоял и здесь-то подъехали он тогда здесь стоял помнишь в общем вот все было очень сложно ну года такие были трудные боевые почти военные мы еще дорогой похвастаться хотим это у нас улица менделеева положили асфальт вложили как всегда по отличным технологиям где в лужу где может вот насчет чайничков не знаю из машинки поливали а то мы как-то один раз видели как из чайничков они поливают гудрончиком конечно приятно но вот вопрос сколько эта дорога простоит наши дороги не держится больше года что то вот здесь у нас не так какая-то у нас аномалия то ли асфальт недостаточно крепкий то ли природа наша уж очень суровая роли колеса здесь но может быть и третий вариант изнашивается до дорожное полотно нашими колеса у нас улица правды вот туда свадьбу положен прошлом по моему году до уже вот он чувствуется неровности на нашей дороге где вот улица сеченого тоже положили до интерната асфальт тоже вопрос сколько он там продержится но машин да но машин правильно сереж говорит машин поток небольшой может быть и поживет ага вот они где все куда сбегаем васюш чё ждёшь васюш очки папа их машине оставил сейчас исторический момент восьми выходи из кадра ты давай уж я сниму тебя посмотрим как оно снежань тоже интересно да снеж ах ну как я тебя посмотри васюша что ты ты мне весь не словами то хорошо ну-ка посмотри на вот на мелкие циферки видно все видно не кружится голова нормально все снежок не вся в зависти да а я я и вася очки конечно буду сплываться у нас тут король у нас тут король его ты не король ты святой посмотри-ка у тебя ним на голове сам связал сам связал молодец креативно креативно здорово скажи всем привет подожди вас не поймал в кадр это васюша связала цветочек мама ты первый покажешь попозже немножко мне подниматься надо алира тут у меня за спиной прячется ладно все еще не пока вам рыжего хотим показать он у меня первым делом в эти коробки залез оп вот так я его прогоняла несколько раз он все равно здесь спит это у нас из-за крыш в общем мы закрыли магазин и мы распродаем остатки товара ну вот практически по такой цене например рубашечка 100 рублей они новые с этикеточками все вот вы выставлять через одноклассники и вот через свое рукоделие тоже мы там кое-что продаем немного товара осталось но его продать надо и вот у нас рыжик он делает вещи шерстяными да лер а лер это ушла что никуда не слышишь меня ушла до его то в общем вот так ну тут река у нас лежит в пакете написано она как бы полухлопок так что она теперь еще и шерстью будет